Субтитры делал DimaTorzok Дреды или D-дреды, эти вопросы и, так сказать, предрассудки, в принципе, довольно часто встречаются в жизни. Также, если вы собрались делать D-дреды, могут возникнуть такие проблемы, как непонимающие взгляды со стороны. Если что, у меня насморк, поэтому я говорю в нос, но я постараюсь этого не делать. И плюс к бонусам, в конце видео я покажу вам, как заплетались эти D-дреды, и, собственно говоря, оставлю ссылку на мастера в описании, потому что это один из тех хороших мастеров, которые вам и сделают нормальные D-дреды, и хороших в плиту. В прошлый раз, кстати, эти D-дреды я носила месяца, хотя максимум, по-моему, это два месяца. Лично для меня D-дреды это очень удобная, замечательная вещь, потому что, первое, тебе не надо постоянно расчесываться, скажем, из-за ветра, там, дует. Я чулку в этот раз оставила просто потому, что захотелось чего-то новенького, такого необычного, но и мне полностью нельзя открывать лицо, потому что, ну, как-то, блин, стрёмно получается у меня. Ну, выгляжу не очень, скажем так, по крайней мере, и для себя. И когда поднимается ветер, тебе волосы не лезут в рот и не налипают на блеск, на помаду, если ты этим пользуешься. Также D-дреды подходят хорошо для тех, кто хочет попробовать что-то новое, кто хочет почувствовать себя вновь с длинными-длинными волосами. Длину можно сделать абсолютно любую. Ну, и для тех, кто хочет заплести дреды, но не знает, во-первых, пойдут ли ему, и, во-вторых, удобно ли ему с ними будет, потому что натуральные дреды — это гораздо серьёзнее, чем D-дреды. Итак, второй пунктик — это вот как раз-таки про шеи. Это очень странный пункт, потому что в дредах обычно в шеи не заводятся, потому что им сложно лазить между вот этих вот квадратиков. Как бы неудобно. И, кстати говоря, от шеи больше страдают люди, которые не заплетаются, не плетут себе дреды, а могут просто искупаться в какой-нибудь речке, где плавают леченьки шеи, их яйца. Просто искупаться и подцепить их. Так что про шею вот этот вот предрассудок — это очень необоснованный, я бы сказала, глупый. Дреды моются где-то раз в неделю, раз в две недели, но это кому как удобно. Я их мою раз в неделю, ну, то есть голову мою раз в неделю, и это позволяет восстановить естественный жировой слой, который полезен для волос. То есть волосы не иссушаются, наоборот, они как бы становятся крепче, из-за тяжести они быстрее растут, дреды, в принципе, легко снимаются, ну и в некотором роде защищают вашу голову от солнечного удара, от солнечных лучей, то есть действуют как головной убор. И я считаю, это, несомненно, еще один плюс. Я знаю, что некоторым людям дреды не нравятся только из-за того, что они говорят, что они похожи там на червяков, на, извиняюсь за выражение, на дерьмо, но, во-первых, их можно сделать любой формой, вот у меня они такие клиновидные, можно их сделать с тупыми концами, то есть кончики в процессе изготовления дреда убираются как бы вот туда вот, или просто обрезаются и запаиваются, и все. Цвета дреда, как и вариации, их ношения могут быть абсолютно любыми. Также меня радует, что на дредике можно повесить разные бусинки, можно их украсить ленточками, ниточками, всякими перышками, и это просто это вау! С натуральными волосами, ну, по крайней мере, вот, с волосами, да, обычными, у меня бы такого не получилось, либо пришлось бы каждый день заплетать косички и уже с ними что-то делать, а для меня это не очень удобно. Еще один пункт состоит в том, что из дред я знаю как минимум 4 прически, которые, если вы захотите, я могу показать. Для этого надо всего лишь написать об этом в комментарии или в группе ВКонтакте, которая, кстати, тоже в описании. Это новая группа, Город Зеркал, Реплей, Джетли. Потому что старая осталась привязана к старой странице, поэтому переходим, те, кто был подписан на старую группу, подписываемся на эту. Потому что что-то немало участников, очень много. Ну и, собственно говоря, дреды идут фактически всем, главное подобрать свой цвет, свои вариации, то есть орликиные, двуцветные, однотонные, дреды с градиентом. Ну и сделать. Надеюсь, что из-за того, что я сделала дреды, от меня не начнут повально отписываться, потому что эти дреды будут носиться, скорее всего, только 2 месяца. То есть лето. И это потому, что мне жарко летом. Потому что каждый раз, когда я мою голову, и потом выхожу на улицу, и начинается либо жара, либо дождь, сейчас такая погода, надо снова мыть голову. А часто мыть голову даже дерматологи не рекомендуют, потому что, может... Потому что ваши волосы ослабляются, начинают либо выпадать, либо обламываться, в принципе, как и от сушки феном, и не получают достаточное питание, как раз-таки из вот этого вот жирового слоя, который восстанавливается в процессе носки дреда. Также я хочу напомнить, что я не призываю и как бы не агитирую кого-то делать то же самое, что я делаю с волосами, то же самое, что я делаю с собой. Я просто это вам показываю, делюсь с вами, потому что мне интересно, быть может, вам интересно. Ну и даю советы, что и как лучше сделать, опираясь именно на свой опыт, а не на то, что где-то там было прочитано, услышано и прочее. Сейчас я вам покажу сам процесс запретения этих дэшек. Ну и попрошу вас оставить свое мнение в комментариях, то есть нравятся ли вам дреды, идут ли они мне, сделали бы вы их себе и стали бы вы общаться с человеком с дредами. Этот вопрос скорее, ну, скорее, на подсознательную реакцию, потому что по внешности людей не судят, и я бы хотела знать, сколько у меня адекватных, добрых и хороших подписчиков. Это, правда, я узнаю, скорее всего, в процессе моей деятельности и, собственно говоря, просто подписчиков и просмотром видео, и комментарии. В общем, все, давайте смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Всем спасибо за просмотр этого видео! Ставим лайки, если вам понравилось, ставим дизлайки, если не понравилось. Ну, конечно, лучше ставьте лайки. Если под этим видео наберется 20 лайков и, ну, допустим, 5-6 комментариев о том, хотите ли вы видеть, какие можно сделать прически из дред и какие еще у дедредиков имеются плюсы. Хотя мы можем с вами еще и подискутировать в комментариях, потому что я знаю, найдутся те, кто будет этим недоволен. Ну, небольшое спасибо за просмотр. Всем удачи, адекватности. Выглядите так, как вы хотите, да. И всем пока!